В Серпухов враг не вошел в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи. Курсанты, студенты и учащиеся школы узнали, какую роль сыграл наш город во время Великой Отечественной войны. 81 год назад началось контрнаступление советской армии в битве под Москвой. Пролог победы. Этому событию было посвящено сегодняшнее мероприятие в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи. Для учащихся разных школ, студентов и курсантов были представлены макеты боевых действий, подготовили небольшую выставку из архивных документов военного времени, показали документальный фильм. Ребята узнали, какую роль сыграли промышленные предприятия города и военный институт. Непосредственно наш ВУЗ принимал участие в подготовке и ведении боевых действий по защите нашей Родины. Более 25 тысяч офицеров, вузников было выпущено с 1941 года. Но самое главное, что мы отстояли Москву и мы не дали врагу пройти наш город исторический. Серпухов немцы так и не взяли. Фронт остановился в 6 километрах от города. В ходе контрнаступления советских войск под Москвой были освобождены Таруса и Алексин. К январю 1942 года линия фронта была отодвинута от Серпухова более чем на 150 километров. Изучая историю, мы изучаем подвиг своих родственников, своих бабушек, прабабушек, прадедушек, в моем случае дедушек и бабушек. И это очень здорово, когда для нас с вами они являются живыми свидетелями любви к своему потомству, к своему следующему поколению. Вклад простых жителей и воинов, защищавших Москву, был высоко оценен. В 1982 году Серпухов наградили орденом Великой Отечественной войны первой степени, а в 2016 присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести». Субтитры создавал DimaTorzok